Тормозные колодки 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 На минимальных скоростях, поэтому нагрузка на тормозную систему минимальная и, соответственно, износ тоже. Кроме того, детали тормозной системы для авто C-класса, вот как в Leaf, они крупные. Просто огромные передние тормозные диски, огромная скоба суппорта, то есть с большим запасом по мощности тормозного усилия. К слову, колодки мне вчера продали от внедорожника. На коробке написано не Nissan Leaf или Juke хотя бы, написано Nissan Pathfinder. Да, а Pathfinder это вот это, то есть огромный мощный внедорожник, тяжелый, которому нужны хорошие мощные тормоза. Ну и что касается замены передних тормозных колодок. Здесь все просто, снимаем колесо, откручиваем два болта на пальцах суппорта, снимаем суппорт, диагностируем все детали, особенно уделяем внимание пыльникам на предмет порывов, трещин. Если все окей, тогда просто ужимаем поршня в корпус суппорта. Двухпоршневой суппорт сложно ужать чем-то подручным, ручкой, молотком, монтажкой. Как, к примеру, это можно сделать на заднем суппорте в лиф. Но и здесь особой проблемы нет. Если поршня в хорошем состоянии, просто ставим старую колодку и обычной, даже не самой мощной струбциной, поочередно меняя сторону, жмем поршня. После чего чистим весь механизм. Не забываем при этом, что нельзя обдувать суппорт сжатым воздухом и при чистке. Лучше не дышать тормозной пылью, она опасна для дыхательной системы. Дальше все просто. Собираем в обратной последовательности. Кроме домкрата и колесного ключа потребуется торцовая головка на 14 и ключ на 17. Время на замену, если все исправно и все идет в штатном режиме, уйдет меньше часа. Вот такая вот история. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И, кстати, напишите, пожалуйста, марку своего автомобиля и сколько у вас выхаживают передние тормозные колодки и диски. Мне, как аналитику-любителю, это очень интересно. Ну, а Лив – это невероятно восхитительный автомобиль, как в плане эксплуатации, так и в плане ТО. Вот уже 100 тысяч километров, 3,5 года, и он не перестает меня удивлять. Все, едем дальше. Всем удачи и хорошего настроения. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok